сегодня я решил открыть новую рубрику на канале не знаю пока как назову но суть будет заключаться следующим буду пробовать воскресить старые компьютеры которые у меня остаются на запчасти или просто который у меня есть например сегодня первый выпуск будет про мой первый компьютер материнская плата по 4 по 800 x здесь 478 сокет мой первый компьютер был этот на нем типичная поломка для этого сокета это отвал сокет сейчас вот стоит здесь другой кулер на стандартный из-за конструкции выдавливал текстолит прогибал и со временем контакты софт отходит если что-нибудь подложить туда и опять надавить то он вроде начинает включаться но вообще его нужно перепаивать хотя сам текстолит уже прогнулся здесь по идее мне только пока вариант это поменять материнскую плату хотя процессор у меня pentium 4 3000 герц и мегагерц вот то есть тоже такой довольно таки мощный вообще у меня была мысль собрать компьютер самый мощный для своего поколения например вот на 478 сокете самый мощный процессор там идет какой-то pentium 4 extreme видюха от радуона иди какая-то там есть по-моему даже есть на 478 сокете ddr2 память на какой-то материнке но здесь ддр1 поставить 4 гига оперативки видюху на данный момент у меня пока есть моим это 6600 geforce немного доработанное здесь пассивное охлаждение прикрутил вентилятор чтобы лучше охлаждался вентилятор обычно с корпус по-моему из процессора с какого-то снял такой же как здесь то есть что мы имеем на данный момент соки здесь отваливается по-моему я даже туда что-то подложил чтобы он прогнулся кулер я нашел другой который не продавливает сокет точнее текстолит но уже было поздно блок питания сейчас тут сломанный стоит я переставил родной на какой-то компьютер когда в ремонт переносили этот пока не делал блоки питания еще пока не научился делать несет второй системник принесли на запчасти здесь тоже 478 сокет здесь целерон процессор ставил я потом переставил пенсион 4 кстати если здесь пенсион 4 ты здесь скорее все тоже целерон стоит потому что мне еще целерон боли видеокарта не было какую-то здесь поставил мне было роду он сканер 9600 про какой-нибудь оперативки здесь был полтора гига по моему дорогу двух то здесь она запускается почему-то минус не запускается в перезагрузку ходит то есть эту материнскую плату мы переставляем сюда тоже корпус мой родной хочу его оставить вот корпус черный продолжим такой с индивидером здесь кнопку вылманы племяннику отдавал точнее крестник разломал его вот блок питания здесь переставляем вот отсюда процессор скорее всего переставим и кулер вот он стандартный кулер на зажимах продавливает вот этот более современный кстати посмотреть как крепится по моему даже я другой кулер брал может быть другом системники стоит где-то еще дней системник от сестры по моему может быть даже там стоит сейчас ответить сейчас уже не помню хотя вроде он отличается по моему он должен быть то есть меняем блок питания процессор по возможности переставляем и все что есть самое мощное ставим сюда смотрю сколько у меня оперативки есть ддр-1 дюкарта наверно это 6600 самая мощная у меня вот и потом запустим его посмотрим на что он способен еще пока на паузу решил заодно блок питания почистить который переставлять буду рабочий по моему на 350 ватт на 350 ватт микролап вот внутри как все там пыль вековой заодно и с продумяем феном и в корпусе тоже потом продумяем сейчас попробую с этим блоком питания запустить материнку посмотреть на по моему там сокет отваливался насколько я помню потому поставлю покажу с 20 раза его включил пуск от 38 но спикер прозвучал он запустился все обычно либо посткод аф либо d4 но это все соки там связаны свое время проверял контакт появляется на запускается потом может процессор зависнуть какое-то время все сейчас еще раз попробую выключить и включить может быть запустится сейчас поехали сейчас у d4 пока не стартует выключим может разы встретил стартамет не d4 ладно не будем учить его сейчас снимем вентилятор посмотрим какой там процессор был и будет материнскую платную арменить все-таки другой вентилятор тот вроде был покруче есть такое же крепление а там по моему крепление снимать надо чтобы не поставить здесь процессор здесь процессор 2800 пензиум 4 это мой родной пензиум 4 3000 здесь что-то значит где-то не досталось значит его оставим на той плате пока наверное этот вентилятор поставим а тут я еще посмотрю на другом системе пока его тут поставим не знаю заметно здесь или нет но я вижу текстолит немного прогнулся вот в этом месте где процессор от режима кулера все-таки это значит не тот вентилятор потому что вот тут я подкладывал бумагу а если нет ничего значит это в третьем корпусе потом от сниму его то есть здесь он выпуклый можно принципе просто подложить тоже но это будет ненадолго пока лучше переставим плату мне конечно хочется ее тоже восстановить может паельную станцию куплю когда сокет прогрею контакт появится ну конечно тут уже наверно ничего не сделаешь выдавливать обратно его каким-нибудь крестовым перекрытием не знаю как в xbox такой крест на крест идет здесь металл не положишь здесь короткие дорожки пластмассу он не вытянет ладно пока плату просто переставим процессор горизонтально находится здесь вертикально что здесь плохо здесь 3 входа под память то есть я максимум 3 гига дисток поставлю садовские входы тоже есть вот на южном масти почему-то холодильник вообще никакого нет ни радиатора это плохо но может конечно он не так нагреется чтобы тогда охлаждение ставить вот но конечно вентилятор этот боюсь тоже будет прогибать он конечно может получше охлаждает этот я ставил на 70 градусов греется в биосе уже показывает то есть может просто термопасты мало здесь еще поставим тот вентилятор и пасту помажем побольше посмотрим будет 70 градусов или меньше сейчас будем переставлять на этой плате в отличие от старой видно где сокет припаян вот его ножки здесь как насквозь идет а здесь как-то припаян непонятно вроде бы тоже есть в этом месте дырочки но они не выходят как здесь сокет сюда если подложить что-нибудь и обратно выдавить контакт должен появляться здесь вроде не так продавлено но пока что еще более-менее ровно поэтому еще не отключается вот сейчас еще северный мост снимем охлаждение пасту там поменяем вот сюда может быть какой-нибудь радиатор пришпандорить только как он держаться будет не знаю посмотрим сейчас паста была термопрокладка высохшая решил сюда намазать термопасту хотя можно было тоже термопрокладку положить но паста я думаю надежнее будет так ладно сейчас устанавливаю корпус подключу все что есть и запустим подложить может что-то точно не прогибался в один слой не слишком толстый а то еще обратную сторону выгибаться будет часто видно что он чуть-чуть прогибается уже когда вентилятор стоит вот приворачивать он чуть-чуть выпить и обратно на комп стартанул дует вроде не громко сейчас еще подключим монитор посмотрим что там пишет по идее туда же системы наверно есть на жестком диске сейчас запустим в биосе посмотрим температуру для начала кстати биос надо будет обновить эта версия 2.0 ревизия га 8 и 84 8p заодно обновим биос по моему там f2 версии сейчас стоит ну и так по мелочам посмотрим как он все в тестах ведет в инскопалате нет встроенной сетевой карты как и встроенной видеокарты звук только есть но канальный usb всего 2 а нет 4 usb клавиатуры мышь вот я решил поставить тут с ней вместе шла и внешне сетевая карта не помню какая именно поставил 2 одна из них вроде не рабочая смотри может быть вторая тоже рабочая в другом системе кино не работал заодно проверю так ладно сейчас запустим с windows никакого по вам даже это не мой какой-то самсунговский не вам такого не было с того системник снял то еще жесткий диск на 20 гигабайт барракуды думаю ладно чем может на нем системе нифига на нем тоже не было в том оказалось что система вот на этом xp он вообще на 10 гигабайт какая-то фирма квантум вообще первый раз слушал может кому-то тебя что-то о чем-то скажет пока пытаюсь загрузиться с этого диска будем ждать ну решил зайти в билс температуру посмотреть с этим вентилятором 56 градусов 55 с стандартным 70 был может быть конечно термопаст не было из-за этого но тем не менее есть меньше температуры промажут загрузочную флешку сделать или линукс на крайний случай все таки надо запустить посмотреть что там внутри то в итоге оставил я видеокарту видеокарт x1650 от радона это видеокарта почему-то вроде работала потом перестала запускаться точнее показывает а когда система запускается экран черный не знаю с чем связано наверное сама видеокарты вот оставил эту видеокарту змея жестким сначала тоже не спускалась только с одним садовским итоге шлейф переткнул вроде стал с двумя запускаться оперативная память тоже 2 гиг и 512 во втором слоте почему-то когда ставишь оперативку тоже не спускается код c5 пишет пока что имеем такую сборку более-менее стабильно доберемся на третьем системе к посмотрим что там еще есть да забыл сказать здесь один жесткий диск на 40 гигабайт на нем стоит семерка вот это по моему на 2 на 120 мин тоже семерка стояла но она почему-то не запускалась в итоге я установил туда xp вот теперь здесь есть windows 7 windows xp 32 битные для каких-нибудь там драйверов старых или программ еще думаю сюда картридер поставить дивидером все-таки есть потому что на этом у меня нету сада разъема свободного под дивидером все жестким забит ладно пока будем искать третий системник системный блок и нашел в нем как раз стоял этот вентилятор который я искал здесь оперативка стоит 4 по 512 можно будет отсюда одну планку взять здесь по моему тоже два сокета вот сюда я подкладывал вот сюда сейчас переставим этот вентилятор вот залмановский здесь крепление можно регулировать натяжение то есть чтобы не сильно прижималась в итоге не будет так продавляться текстолит вообще конечно по хорошему надо будет с той стороны какую-нибудь крестовину сделать но тогда этот вентилятор то не подойдет там специальное крепление другое нужно будет хотя бы чтобы на двух держалась пока будем на этом вентиляторе думаю что он не будет прижимать сильно сейчас вентилятор переставим плюс видеокарта там тоже была еще другая тоже 6600 так вот вентилятор здесь активный не пассивное охлаждение чем-то напоминает XT650 который здесь я оставлял вот вообще первоначально мне по моему была geforce 5700 когда я покупал на ней вентилятор сломался сгорел где-то лежит до сих пор и на не хотел идти потренироваться перепаять так ладно сейчас ставим тут видеокарту и охлаждение другое посмотрим будет лечить еще или нет и надо как-то со вторым разъемом что-то посмотреть почему с ними не запускается чтобы третью плашку поставить сейчас будем собирать так поставил тест стабильности вчера почему-то правда при нем при оценке эффективности системы на windows 7 у меня он перезагружался и там где-то около 70 градусов температура была сейчас показывают 66-67 уже 10 минут почти тест идет графический процессор 32 градуса то есть предел вроде держится нормально почему-то третья оперативка не определяется который посередке точнее вроде все вставляешь он запускается с ними на в системе показывает только две оперативки из трех хотя в аиде все три показываются все-таки как-то нужно будет биос обновить но без дискета это здесь никак не получится что-то жесткий сват 32 не видит флешку соответственно тоже остается только дискет найти сейчас еще попробую три оперативки одной фирмы поставить по 512 смотри может они определятся а так пока будем дискету искать этот стандартный дисковод который мне стоял митсуми фирма здесь почему-то штуреков сзади меньше он почему-то не стабильно работает я так не смог с него прошить биос вот на этот нековский через него я прошил биос обновил на компьютере еще скрепни с него сниму это оставлю потом еще где-нибудь другом компьютере попробую потестировать фиксант может размагнитился не знаю как они ломаются в общем будем менять у меня полно валяется этих фото дисководов ни разу не пользовался тут возможность предоставилась биос обновить сейчас его здесь ставим будем собирать корпус а и 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 Продолжение следует...